МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Наши авторы представляют панораму рязанских событий. Факты, комментарии, размышления и прогнозы. Неделя выдалась морозной, но горячей на события. А потому не будем тратить драгоценное время, и приступим к делу. Главной темой последней недели первого месяца наступившего года. Триллер раскручивается. Возбуждены уголовные дела по факту коррупции в налоговой службе региона. Кто возглавит Альма-Матер в Рязанском государственном университете, выбирали да не выбрали ректора. Тоже люди, соцработники и священники, помогают рязанским бомжам пережить морозные дни. А спасатели готовы обогреть и накормить замерзших водителей. Конец долгостроя. Рязанские власти отыскали инвесторов, которые, по всей видимости, все же доведут до победного финиша в возведении гостиницы на Первомайке. Итак, главные информационные поводы на этой неделе все-таки дала репортерам погода. Как в некогда известной песне «Холода, холода» как-то вдруг наступили. Наступили так, что МЧС России ввело режим повышенной готовности сил спасателей в нескольких крупных федеральных округах. Что касается нашей области, то, как сообщил сайт регионального управления МЧС, сейчас подготовлено к работе пять подвижных пунктов обогрева. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, дорожных транспортных аварий, затруднений движений на дорогах федерального и областного значения, они будут развернуты в местах происшествия. Об этом и о том, как самый погодозависимый рязанский народ переживает морозы, рассказывает Оксана Тебенихина. В Рязани и районах города по линии МЧС начали действовать пять передвижных пунктов обогрева. Данные пункты будут задействованы при возникновении чрезвычайных ситуаций, таких как ДТП или крупных заторов на трассах. Один из таких передвижных пунктов развернут в Шиловском районе, где примерно в то же время была организована ледовая переправа через АКУ. В Шиловском районе, в РП Шилово, на реке АК, между левым и правым берегом, юж Санской, была открыта автомобильная переправа протяженностью 350 метров, однополосная. Эта переправа необходима для соединения этих двух населенных пунктов. Грузопоток, как правило, менее 150 автомобилей в день. Все средства оказания помощи, спасательные средства. Все там есть. Там есть дежурные смены, которые работают круглосуточно. То есть мы можем сказать, хоть и с опозданием по погодным условиям, но первая ледовая переправа автомобильная в нашей области уже открыта и работает. На пунктах обогрева вас накормят, напоят чаем, вы переведете дух и при необходимости зарядите телефон. А вот еще один перевалочный пункт. Только находится он в городе. И услугами его пользуются исключительно люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Лишенные работы, пропитание и крыши над головой. Мы работаем уже третий год, поэтому уже все наработано. Нас знают, к нам приходят. Был разработан проект совместно с фондом социальной помощи, с благотворительным. И они выиграли грант в Москве, президентский грант. Называется он поддержка лиц безопределенного места жительства и занятия. Сейчас реализуем этот грант. На деньги этого гранта кормим. Ножек запрещен. Столовая на колесах работает три раза в неделю. Возле железнодорожного вокзала Рязань-2 в Дашках и в Московском районе. Газелька с небольшой гуманитарной помощью для бездомных и пропитанием в виде чая, супа, консервов и бутербродов была организована по инициативе Министерства социальной защиты населения. Такого количества еды не хватит, конечно, и на день. Но и эта помощь определенно велика. Морозы взялись за наш регион по полной программе. И ни в коем случае нельзя оставаться безучастным к чужой беде. Выезжая на трассу, не отворачивайтесь от машины, слетевшей, например, в кювет. Подвезите голосующего на дороге. В общем, будьте добрее. Тогда и морозы вам будут не страшны. На этой неделе подбавили горяченького в Рязанские новостейные порталы наши налоговики. Как известно, следователи в эти дни раскручивают дело о взятках в областной налоговой инспекции. Тезисно о главных аспектах скандальной темы. При получении более чем миллионной взятки в собственном кабинете взяли заместительный начальника областного управления Федеральной налоговой службы Алексея Новикова. Очень сильно запахло скандалом в Рязанском налоговом королевстве. Железнодорожный суд, не мудрствуя долго и лукаво, Новикова арестовал. 27 января постановлением Железнодорожного районного суда города Рязани удовлетворено ходатайство Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Новикову АВ. Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь общественности остается ждать развития событий. Ограничится дело одним Алексеем Новиковым или всплывут новые фигуранты, вскоре узнаем. Одно ясно. Такие комбинации в одиночку не прокручиваются, даже если чиновник занимает высокий ведомственный пост. И, наконец, в четверг стало известно, что руководство Федеральной налоговой службы отправило в отставку начальника Рязанского областного управления Любовь Черкасову. Соответствующее представление руководства ФНС было на рассмотрении в Минфине России 27 января. Приказом от 30 января Черкасова освобождена от занимаемой должности. И еще источник Федеральной налоговой службы, сообщает Интерфакс, проинформировал издание, что у внутренней службы безопасности к уволенной есть целый ряд вопросов. И Федеральной налоговой службы надеются, что следствие поможет установить степень ее причастности к делу. Исполняющим обязанности начальника управления Федеральной налоговой службы по нашей области станет Вячеслав Морозов, ранее занимавший пост заместителя руководителя УФНС по Московской области. На этой неделе в Рязанском государственном университете прошла конференция по выборам ректора. В списках кандидатов числилось три претендента. Это Татьяна Еременко, первый проректор университета, Елена Кирьянова, проректор по учебно-методической и воспитательной работе РГУ, и Светлана Пунякова, профессор кафедры дистанционных образовательных технологий из Дружественного радиоуниверситета. В ходе выборной конференции все три претендента выступили перед делегатами со своими планами о развитии вуза. Дальше началось голосование. После подсчета выяснилось, что однозначного победителя нет. Во второй тур вышли Татьяна Еременко и Елена Кирьянова. В результате повторного голосования никто из оставшихся кандидатов не набрал нужного для победы числа голосов. При этом почти треть делегатов проголосовала против всех. В итоге выборы ректора РГУ признаны несостоявшимися. Мы сообщили результаты выборов, как это и положено, учредителю, то есть Министерству образования и науки Российской Федерации. И далее учредитель будет принимать решение о том, как будет развиваться ситуация дальше. На следующий день после проведения выборной конференции прокомментировал ситуацию в РГУ и губернатор Олег Ковалев. Сам факт того, что ректор не был избран, это не очень хороший показатель. Я бы даже сказал, плохой показатель. Он доказывает, что в коллективе нет согласия, нет понимания серьезности ситуации. ВУЗ продолжает оставаться в числе неэффективных. Теперь по поводу дальнейшей судьбы университета предстоят консультации в Министерстве образования Российской Федерации. Теперь до новых выборов Рязанский госуниверситет будет управляться временным начальником. Кстати, на этой неделе вновь появились слухи о возможном слиянии РГУ и радиоуниверситета. Никто из официальных лиц эти предположения общественности комментировать не стал. Еще одна тема, связанная с РГУ. Стало известно, что на этой неделе студенты ВУЗа остались без стипендий. Проректор по учебно-методической и воспитательной работе РГУ Елена Кирьянова объяснила задержку выплат тем, что не пришли деньги из Миноборнауки. Выплата стипендий осуществляется за счет федерального бюджета при получении университетом средств, так называемых, субсидий на иные цели. То есть, субсидий на выплату стипендий. По состоянию на 14.00.29 января университет этих средств из Министерства образования и науки Российской Федерации не получил. Однако журналисты одного из рязанских информизданий связались с Федеральным Министерством образования и науки. И столичные чиновники сообщили, что РГУ, оказывается, вовремя не направил необходимую для выплаты финансовых средств документацию. Именно с этим якобы и связана задержка выплат стипендий. Впрочем, в Министерстве обещали перечислить деньги РГУ сразу же, как только от ВУЗа поступят все необходимые документы. На конец этой недели денег для выплаты стипендий в казне Рязанского госуниверситета еще не было. Теперь о более глобальных событиях. До Сочинской Олимпиады осталось недели, а то и поменьше. Все уже имеющие уши да услышали про игры, все, что известно прессе и чиновникам от спорта, но все же вот главные информационные крючочки. Зимняя Олимпиада этого года пройдет в Сочи с 7 по 23 февраля. Столицей игр Всероссийская здравница была выбрана во время 119 сессии Международного Олимпийского комитета в Гватемале. Это было в 2007 году. На территории России Олимпийские игры пройдут во второй раз. Первая – это знаменитая Олимпиада в 80 в Москве. По окончании Сочинской Олимпиады на тех же объектах пройдут Паралимпийские игры. Слоган Сочинской Олимпиады звучит так – «Жаркие зимние твои». Символы и талисманы игр симпатичной зверушки на различном зимнем спортинвентаре. На этой неделе, а именно в среду 29 января, в Музее истории молодежного движения открылась выставка эстафета рязанских побед. Презентовать экспозицию пришли высокие областные городские начальники во главе с вице-губернатором Сергеем Филимоновым. Картинки с выставки у Натальи Новикова. Экспозиция включает четыре выставочных зала, посвященных олимпийскому движению, детско-юношескому спорту, истории и достижениям рязанских спортсменов. Поздравляя собравшихся, вице-губернатор Сергей Филимонов подчеркнул, что открытие выставки – большое событие для рязанской спортивной общественности, которое позволит молодежи почувствовать свою причастность к спортивным победам рязанцев – олимпийцев прошлых лет. Он отметил, что на играх в Сочи наши земляки примут участие в качестве спортсменов, судей, волонтеров и болельщиков. Большое количество рязанцев принимает участие в 22-х зимних олимпийских играх и в качестве спортсменов, тренеров, судей и большое количество волонтеров. 188 человек участвуют. Это представители наших вузов, это люди, которые участвуют в спортивном движении, это люди старшего возраста, которые, участвуя в конкурсах, завоевали право быть волонтерами, которые подготовлены и которые могут на Олимпиаде принести пользу. И большое количество болельщиков, рязанцев будут принимать участие в Олимпийских играх. Выставка будет работать до конца марта, но в рамках проекта также пройдут тематические встречи с выдающимися рязанскими спортсменами и тренерами. Напомним, в марте в Сасове состоится эстафета паралимпийского огня. Таким образом, главные спортивные пламя еще раз отметятся на рязанской земле. Продолжаем олимпийскую тему. Специально для нашей программы Олеся Харлина записала экспресс-интервью с нашим рязанским волонтером сочинских игр. Это вполне себе очаровательная юная дама Наталья Копылова. Она преподает иностранный язык в нашем радиоуниверситете. Наташа, так в чем же все-таки будет заключаться ваша работа и насколько вы сами к ней готовы и морально, и какие-то организационные вопросы тоже есть? Главная задача будет работать со зрителями, организация всех оргвопросов, то есть посадить их на правильное место, помочь иностранным зрителям. А с другими волонтерами вы как-то контактируете, общаетесь или вот вы сейчас для себя просто обдумываете, как вам удобнее работать? Ну, сейчас я обдумываю просто вопросы, связанные с тем, как мне будет легче работать и уже на месте в Сочи будем встречаться с другими волонтерами, которые составят нашу команду и мы будем работать вместе. Напомним, вы смотрите аналитическую программу телекомпании «Город. Время говорить итоги недели». Далее в нашем эфире конец долгостроя. Рязанские власти отыскали инвесторов, которые, по всей видимости, все же доведут до победного финиша возведения гостиницы на Первомайке. Два владыки, бывший рязанский митрополит отец Павел дал интервью в Беларуси, а недавно назначенный в нашу епархию отец Вениамин встречался со студентами Рязанского госуниверситета. Неделя полицейских в эфире сегодняшней программы обзор рязанских событий, в которых так или иначе участвовали представители силовых структур. Продолжаем программу. На этой неделе на пресс-конференции в областном правительстве рязанское начальство прояснило судьбу знаменитого долгостроя на Первомайском проспекте. Речь идет о здании гостиницы, которые начали возводить еще в советские времена. Этим летом стало известно, что власти все же нашли инвесторов под вечную стройку, и гостиница вроде бы должна встать на Первомайке во всей своей будущей красе. Замороженная около 20 лет стройка возобновит самные здания, переходящие из одних рук в другие, и до сих пор портящий внешний вид города наконец-то приобретет презентабельный вид. Все были заняты тем, чтобы найти инвестора для того, чтобы достроить этот объект, и причем не просто достроить этот объект, но чтобы сохранить его профиль, потому что на сегодняшний день в Рязанской области не хватает гостиничных номеров, поэтому и основная задача, и условия, которые ставилось, оставить тот же профиль именно эта гостиница. Работы уже возобновились, вот гостиница в эксплуатацию рассчитана на весну следующего года. Это будет трехзвездочный четырехэтажный отель на 200 номеров с конференц-залом, подземным паркингом и благоустроенной территорией. Конечно, в центре города должен был появиться все-таки отель, где люди могли и гости комфортно себя чувствовать и проживать то время, когда они посещают Рязань, Рязанскую область. Мы сейчас активно очень работаем с инвестором. Правительство области вместе с городом помогает восстановить часть документации, которая на сегодняшний день была уже утрачена, так как это объект, я уже сказал, около 20 лет переходил задний круг в другие, поэтому была утеряна часть документов, которым помогаем инвестор восстанавливать. Что ж, поживем, увидим и тогда оценим, как расцветет практически заброшенное и даже немного угрюмое место вместе с туристическим потенциалом нашей области. Теперь к темам попонятнее. На этой неделе в Рязани прибывала делегация из города Герой Волгограда. Содержание визиту было самое, что ни на есть мирное. Люди из города на Волге изучали, как делают детское питание люди в городе на Оке. Изучив весь путь пищи для рязанского юношества, от печей и плит до школьных столовых, волгоградцы поинтересовались также финансовым процессом, а именно, как у нас в этом вопросе показывает себя на практике система оплаты карточками. Волгоградскую делегацию интересовала система детского питания в Рязани, а вот формат оплаты школьных обедов специальными карточками обсуждался более детально. По словам волгоградских гостей, такая система очень жизнеспособна, поскольку позволяет значительно сократить очереди в столовых. Это важно главным образом потому, что гораздо больше ребят успеют поесть на переменах, а очередь из голдящих детишек, которые успевают говорить, прыгать, играть и толкаться одновременно, производит самое удручающее впечатление на работников столовой. Поэтому чем меньше очередей, тем лучше всем. У нас в городе этого нет, несколько раз пытались заводить, это на самом деле ускоряет, потому что поднимается все-таки достаточно тот же самый серьезный вопрос о том, что организация питания на переменах, которая очень маленькая, и все дети не успевают. Это очередь, это неудобно, а именно организация питания через карточки, расчет, это очень ускоряет процесс. На этой неделе напомнил о себе бывший митрополит Рязанский Михайловский Павел. Как известно, теперь он занимает пост патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополит Минского и Слуцкого. Недавно в интервью Радио Свобода он сказал, что готов принять белорусское гражданство. Вот некоторые фрагменты встречи владыки с журналистами. Здесь уже есть разница. Некоторым говорю с праздником, а они мне говорят со святым вас. Я тогда им тоже отвечаю со святым. А вы с дарой еще про белорусскую мову вы сказали будете вучить. Может, какие-то слова знаете. Я не отказываюсь, да, но сразу скажу со святым, да, вот, как у нас добрый день, да, вот это. Вы знаете, я думаю, не волнуйтесь, я постараюсь обязательно найдем и специалистов, которые будут нам в этом помогать. Очень важно, я это прекрасно понимаю, очень важно, когда священник, пастырь, епископ общается с людьми на их родном языке. Новый митрополит рязанский Михайловский Вениамин тоже, что называется, входит в рязанскую жизнь. Например, недавно он приветствовал студентов РГУ в Татьянин день. Я всех вас поздравляю в первую очередь с ним в памяти мученицы Татьяны. Мученица Татьяна на России особенно прославляется студенчески. Студенты празднуют свой первый престольный праздник, особенно, когда Шувалов сумел подписать у Елизаветы Петровны указ в открытии Московского университета. Это был день памяти ее и с этого времени. Для студентов как бы престольный праздник. Всегда студенты радовали, всегда молились, и в этот день после службы торжественной они веселились, благодарили Бога и мученицу Татьяну. И вот добрая эта традиция, она возродилась. Мне особо приятно, что этот храм находится при университете, является площадкой для изучения литургии, церковных предметов, где проходят практику, на клирусную практику, некоторые наши студенты, кто-то, кто уже в сане, наверное, проходит практику и служит здесь, так что милость Божья это большое дело. К другим темам недели. Национальный антитеррористический комитет озвучил информацию, что волгоградские самоподрывы на вокзале в троллейбусе совершили члены так называемой Буенакской террористической группировки. Также на днях были задержаны двое подозреваемых в обучении и переправке смертников. Не секрет, что террористы заявляют о том, что планируют атаки во время Сочинской Олимпиады. Понятно, что не исключены и другие акции, потому что, не дай бог, конечно, но любой взрыв в любом регионе отзовется эхом на зимних играх. Потому на время Олимпиады меры безопасности будут повсеместно значительно усилены. Рязанский губернатор Олег Ковалев на заседании правительства в этот вторник также говорил о бдительности. Наша задача не допустить подобных акций на территории области, быть готовым отреагировать на любые нештатные ситуации. Для решения этой задачи нам необходимо организовать работу очень грамотно всех имеющихся в нашем распоряжении сил и средств. И уж коли речь зашла о безопасности, то самое время предоставить несколько минут эфира Глебу Галушкину, автору еженедельного обзора под названием «Неделя полицейских». Вечером в прошлую субботу на трассе Клепики-Рязань произошла авария по вине пьяного водителя маршрутного такси. Он ехал со стороны Рязани и врезался в двигавшийся впереди автомобиль «Жигули» первой модели. Сам водитель маршрутки заплетающимся голосом заявил, что в этот день совсем не пил. Впрочем, при проверке на алкотестере у него обнаружили более промилле алкоголя. Тормознул передо мной. Вы наемный водитель или вам машина принадлежит? Я наемный водитель. Я тормознул перед ним, но деваться было не было. Также на этой неделе рязанские дорожные полицейские проводили рейды по пешеходам. Аварийные ситуации возникают весьма регулярно и печальная статистика жертв неумолимо растет. По итогам 2013 года в Рязанской области произошло 585 наездов на пешеходах. Печально, что очень значительно увеличилась статистика наездов на пешеходных переходах. Таких дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано 153. Практически ровно половина, более 300 дорожно-транспортных происшествий были по вине самих пешеходов. На этой неделе начальник регионального управления полиции Николай Пилюгин выступил с годовым отчетом перед депутатами областной думы. В своем докладе он сообщил парламентариям, что уровень преступности в целом находится под контролем. Депутаты облдумы спросили, как обстоит ситуация с продажей нелегального алкоголя и как работает в этом направлении служба участковых. В части работы с участковым я считаю, что не все еще резервы задействованы. Зачастую мы усматриваем и невнимательное отношение к служебной обязанности наших сотрудников. Вместе с тем принимаемые меры руководства управления внутренними в целом, территориальными органами позволяют в настоящее время гражданину, если он считает, что недостаточно качественной работы участковой на отдельном участке и не только по направлению противодействия алкоголя, довести до руководства управления внутренних дел в формате телефона доверия, интернет-сообщения, те или иные факты халатного отношения. В сентябре прошлого года вступил в силу так называемый антирюмочный закон о запрете работы пятийных заведений в жилых домах. Депутаты предложили подумать о введении каких-либо экстраординарных мер, чтобы побыстрее расправиться с нарушителями. Есть проблемы, и это несомненно. В том числе, как вы верно отметили, про игорный бизнес, может быть, недостаточно жесткие меры, недостаточно жесткие сами все, на мой взгляд, как правоохранители. Вместе с тем, еще раз говорю, абсолютно не обеляя себя, может быть, скажу, что при наличии тех результатов, которые у нас имеются, я считаю, работа ведется недостаточно. Какую я вижу паноцель? Паноцель – это совместная наша работа. На этой неделе приняли присягу молодые полицейские первого офицерского выпуска факультета первоначальной подготовки при Рязанском филиале Московского университета МВД. По словам преподавателей, молодые люди прошли тщательный отбор. В программу их обучения входили не только базовые программы, занятия по стрельбе и приемам борьбы, но и психологическая подготовка, оказание первой медицинской помощи и изучение нормативно-правовой базы деятельности полиции. Присяга – это священная клятва верности и служению Отечеству. Всегда и везде быть первым клятвом законов и требований государства. С этой минуты вы становитесь полноправными представителями государственной власти, гарантом законности и справедливости. Получив определенные полномочия, в то же время вы берете на себя обязательства по обеспечению безопасности, законности и пропорядка в Российской Федерации. На этой неделе рязанские наркополицейские задержали гражданина Таджикистана и изъяли у него более килограмма гашиша. Далее в результате проверки выяснилось, что преступник уже несколько лет числится в федеральном розыске за причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством. В то время, когда он направлялся на встречу с предполагаемым покупателем, данный гражданин был задержан. В ходе следственных действий он пытался всячески отрицать свою причастность с быт наркотиков, не рассказывал свои установочные данные, никак не распространялся в своей биографии. Сейчас наркоторговец задержан. Ему грозит длительное тюремное заключение. Это все на сегодня. Хороших вам выходных, доброй погоды и обязательного потепления. Надоели сильные холода? Что ж тут говорить? Итак, будем ждать Олимпиады, телетрансляции наших российских побед. До встречи в эфире телекомпании «Город». Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова